Ну а еще Украину активно зомбируют потоками фейков. Там царит интернет-хаус и идут сплошные провокации. Простые украинцы стали жертвами марионеточного режима и постоянных информационных атак. И вот очередной. Дескать, из Украины насильственно вывозят детей. Подобные слухи ходят с начала спецоперации. До сих пор, правда, ни одного случая не подтвердилось. Более того, представитель Международного детского фонда ООН заявил, что у него нет доказательств принудительной эвакуации несовершеннолетних. Но кому-то же такие слухи на руку? Так отчего действительно бегут украинские дети, расскажет Анастасия Бенедесюк на конкретном примере. Ирина, женщина, просит не называть ее фамилию вместе с сыном уже в безопасности. Это интервью мы записали в общежитии Мозыря. Там сейчас много беженцев из Украины. Их история – наглядный пример, как разные взгляды на одно и то же событие не только разделяют страны, разрывают крепкие семейные узы. Отец парня остается в Киеве. Когда он узнал, что мы эвакуированы в Беларусь, что Ярослав ранен, мы ему все рассказали, что вот такая ситуация, он пошел и заявил, что нас выкрали, насильно вывезли и держат здесь в плену. Мы больше, естественно, общаться с ним не хотим, потому что, ну, это ложь. Они там, я не знаю, все лгут, друг другу даже лгут. Мы ему как бы сказали, что это все серьезно, зачем ты это сделал? Он говорит, ну, так надо, без объяснения. Чтобы вы потом вернулись в Украину. Отец предпочитает не замечать серьезного ранения сына. Осколок от снаряда прилетел в двух миллиметрах от сонной артерии. Все случилось 22 марта. К тому времени в их поселке Подырпенье уже не было света, газа, воды. Люди кололи дрова и готовили, из чего могли, прямо на улице. И все это при постоянной угрозе жизни. Населенный пункт обстреливали. Три женщины стояли, опять же, возле подъезда, вот так, рядышком на детской площадке. Это прям все произошло. Они готовили кушать. Одна женщина варила борщ, вторая кулеш какой-то варила. Ярослав, мой сын, стоял прямо возле двери. Он хотел зайти в этот момент в подъезд. И упало две мины. Одна женщина погибла на месте. У двух других были очень тяжелые ранения. У нас на тот момент были, там мы пособирали все медикаменты, что у нас там были, сгуты там. Но уже было собрано, как бы, им сделали там перетяжки. У одной женщины были полностью ранены все ноги. Им сделали эти жгуты, положили. Когда жгутов не хватало, мужчины ремни свои с брюк достали. Тоже делали. А я, Ярослав. И он забежал, успел все-таки потом забежать в подъезд. Вот так держит шею, кровь течет. У него ранение шеи. Ярослав был в этой майке, в свитере, шерсть, волосы. Это все попало в рану. Ирина достала, как смогла, пинцетом. Через полчаса парня в полевой госпиталь отвезли российские военные. Там ему делали операцию четыре военных врача. Это российские? Конечно. Из Ульяновска. Владимир, Владимир, Леонид и Андрей. Вам привет. Большое спасибо вам огромное, что мне сына спасли. Они сказали, что там два миллиметра и артерия. Он бы просто за две минуты истек бы кровью. Даже если бы там чуть-чуть ее зацепило, я бы уже сама ничего не смогла сделать. Скорее всего, основной удар пришелся на других женщин. Их тоже привезут в военный полевой госпиталь. Но спасти уже не смогут. У Ярослава ко всему констатируют контузию. Какое-то время он был под наблюдением медиков. Потом пришлось вернуться. Никого там не было. Мы сидели в комплексе, не знали, что вокруг творится. Не было. Ну, из новостей было радио украинское. Мы понимали, что там сплошное вранье. Они каждый день рассказывали, что утром у них бой, в обед у них уже перемога, вечером зачистка. Все хорошо, сидите дома. Специально оставляли людей, чтобы люди не уезжали. Оставляли их просто как живой щит, чтобы ними потом прикрываться. А потом нас же и минами забросали, тех, кто оставался. Помогали нам просто русские военные. Они нам приносили еду, медикаменты любые, воду. Ну, все просто. Таблетки, чтобы воду техническую очищать. У женщины там женщина с инвалидом мальчиком. 12 лет он инвалид. Ей нужно было делать ему санацию. Это чистка легких. Так как холодно было у нас очень в квартирах. Он начал заболевать с легкими. Проблемы стали. И она сначала ему жидкость из легких шприцом вытягивала. А потом они привезли генератор. Собрали все там розетки. Удлинители соединили. И каждый день, чтобы она 10 минут могла ему санацию делать. Это чистка такая. Эвакуации они боялись. Знали, обстреливают и мирных. Ирина просила только об одном. Уехать с российскими военными. Те согласились. Так Ирина и Ярослав оказались в Беларуси. Какое-то время парня лечили в Мозорской детской больнице. Сейчас каждый день ездит на перевязке. Это их второй побег из дома. Первый был в 2014-м из Луганском. Батальон «Айдар» заехал к нам прямо домой. Моего папу взяли в плен. Маму выгнали из дома. Она стояла рядом и смотрела, как в «Газели» погружали всю нашу технику, вещи, все, что нужно было. Мебель. Все повывозили. Отца держали три недели. Мы его просто по чистой случайности нашли. Где он? Держали его в городе «Счастье», РОВД. Там был спортзал, где держали пленных. Над пленными издевались просто целыми днями. Пытки там были. Людей били постоянно. Женщин насиловали. Женщины не выживали в плену вообще. То есть их мучили пока, не замучивали до конца. За отца потребовали выкуп 20 тысяч долларов. Помогали кто чем мог, его спасли. Но в тот дом они так и не вернутся. Наш дом по итогу заняли. Когда они вывезли все вещи оттуда, они из него сделали штаб. Там мучили одного из наших соседей. Он говорит, что там пола не видно было. Все залито кровью было. Там всех соседей наших перемучили в этом доме. А когда они оттуда уходили, они подожгли его изнутри. И эта история только одной семьи. Сколько таких по всей Украине. К сожалению, о них не рассказывают внутри страны. Куда проще сказать. А наших-то вывезли. А они ведь бежали. Анастасия Бенедесюк, Анзор Тужаев, Сергей Волынец. Агентство теленовостей.